Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Программа «Синема» Всем привет! Начинается программа «Синема». Олег Пекай и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет. Да, всем привет. Мы, как всегда, начнем с премьер. Расскажем, да расскажем, наверное, нашу тему, которую мы все никак не можем закончить, про актеров, ушедших на покой, ну, во всяком случае, заставивших актерскую профессию. Почему, по каким причинам? Еще раз напомним, может быть, кто из таких знаменитостей, в самом деле, уже перестал сниматься. И, может быть, еще о каких-то новостях поговорим, потому что, может быть, с одной из новостей я прямо сейчас и начну, просто проанонсирую. Такая любопытная новость пришла. С 5 по 11 сентября пройдет Балтийский форум документального кино, и вот уже завершился отбор заявок, и стало известно, что от Латвии это будут три картины. Одна из них вот режиссера Дависа Симониса, «Франкенштейн 2.0. Смерть смерти», ну, то есть стремление людей найти шанс на вечную жизнь. Еще один фильм будет режиссера Арманды Зачеса о поколении режиссеров, которые подчеркивают потребность верстников сохранения себя и интеграции в общество. Это называется, по-моему, «How to fix yourself», так вот английское название. И фильм Яниса Аббела «Завещание. Последняя воля». Он посвящен поэту Анатолию Имерманису. Картины будут также из Грузии, Эстонии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии, Украины, Германии и Латвии. И будут их показывать в основном в Касунсе, и вот в основном это будет главная площадка. Сайт dogforums.gov.lv, так что все, кто интересуется хорошим документальным кино, этот форум уже будет проходить в 26-й раз. Он был основан в Дании, но уже 18 лет его такой родиной является Рига. И организует этот форум Национальный центр кино при финансовой поддержке Министерства культуры. Так что, ну, просто проанонсировать, ближайшие какие-то такие большие фестивали, мероприятия, которых, может, не все знают. Ну что, теперь о премьерах, может быть, несколько слов. Что удалось посмотреть? Да, несколько слов. Премьера большая одна. Наконец-то мы дождались новый блокбастер. Все-таки ждали несколько недель. А то все царили у нас на экране кто Миньоны, Тор, который, кстати, не очень хорошо пошел даже в Америке при всей любви, по-моему, к этому жанру. Как-то его все-таки приняли не очень, не с распростертыми объятиями, но в любом случае, я думаю, что его заработка хватит слегка. Для других фильмов это был бы успех. Наверное, для Марвела это середнячок. Ну, как бы, плюс-минус еще какие-то были премьеры, но все ждали вот нового блокбастера. Вот он, собственно говоря, выходит. Это боевик быстрее пули, да? Да, его в русском варианте быстрее пули. Bullet Train, ну и вот это название оригинальное. Да, то есть поезд пуля, но тут быстрее пули. Ну и, собственно говоря, оригинальное название, оно намекает на место действия. То есть действие происходит в скоростном поезде, причем в японском скоростном поезде. И там собралась, я так понимаю, по анонсу, по трейлеру собралась веселая компания киллеров, у которых у всех одно и то же задание – добыть некий там чемодан, некие какие-то файлы или что-то такое. И все они друг другу конкуренты, все они друг другу враги, хотя все друг друга знают. И, соответственно, между ними происходит там экшн-разборки разной степени быстроты. Быстроты и какой-то зрелищности. Ну и главное, соответственно, украшение фильма – это Брэд Питт, которого не видно было уже на экране, считай сколько, три года, по-моему, после «Однажды в Голливуде». Вот не считая этого фильма «Затерянный город», где он появлялся, ну так, не знаю, насколько там, на пять минут экранного времени, так для красоты, для антуража, и потом внезапно погибал. И, соответственно, вот тут у него, наконец-то, большая роль, и все, кто соскучился по нему, наверное, таких много, вот они могут пойти и посмотреть, как он тряхнет стариной, так скажем, потому что любят сейчас актеры такого уже, ну и чтобы не обидеть ни предпенсионного, но солидного возраста играть каких-то непобедимых киллеров. Я хочу напомнить, что Брэд Питт уже играл такого, ну как бы тоже крутого киллера, мистер и миссис Смит, мы все прекрасно помним эту картину, но что касается вот «Буллет Трейн», я читал просто отзывы американских критиков, они разделились на два лагеря, одни приняли картину очень восторжен, просто ни я, ни Владимир не видели этого еще пока, потому что четвертого только завтра будет премьера, ну во всех кинотеатрах, как говорится, страны, и в американском прокате, в общем, эти американские критики разделились на два лагеря, одни очень хорошо и позитивно приняли картину, потому что, ну говорят, что это с черным юмором, там друг друга лупят безостановочное действие, с большой изобретательностью поставлены драки, понятно, что это закрытое пространство, то есть поезд, узкие коридоры, там это вот все с выдумкой, с какой-то интересом, там камеры поставлены, там как это все снимали, используют все подручные средства, ну даже по трейлеру видно, что там драки происходят с использованием, как сказать, ну всего, что можно найти под руку в поезде, в вагоне-ресторане, то есть всевозможные там крышки, салфетки, там, ну идут в ход все-все-все буквально предметы, и кто ругает, ну говорят, что, в принципе, ну очень зрелищно, здорово, но как бы немножечко бессмысленно, ну то есть понятно, что никаких глубоких идей он не несет. Это, мне кажется, излишне говорить о том, что вряд ли кто-то пойдет на такой фильм, почитав описание, надеясь, что там будут какие-то шекспировские страсти и какие-то шекспировские, шекспировская глубина и трагедия, то есть очевидно, что это летний развлекательный экшен-блокбастер, и в нем многое зависит именно от харизматичных персонажей и от, ну как бы, от экшена, именно занимательного, так скажем. И тут коктейль можно, как это, встряхивать и смешивать, и получится он или нет, тут тайна, так скажем, потому что вот мы недавно говорили о том, что тот же Серый Человек снят примерно по такому же рецепту. Тоже актеры хорошие, тоже какие-то харизматичные персонажи, тоже экшен, но вот как-то не зашло, показалось, что как-то пресно. Ну, в данном случае надо посмотреть, возможно, получится по-другому получше. Это невозможно предсказать и невозможно измерить. О причинах удачи или провалов потом будут спорить такие люди, как мы с тобой и кто-то другой, а люди просто посмотрят и скажут, понравился им фильм или не понравился. Мне почему-то кажется, что фильм с Брэдом Кпитом, он, наверное, больше понравится, чем нет. Ну, ты вот сказал только об одной премьере, а у нас есть еще одна, для тех, кто, может быть, как раз соскучился по такому жанру, очень редкому драмеди в наших кинотеатрах. Это картина, которая называется «Хороший босс» или в русской локализации «Самый лучший босс». У него, в общем, ну, это испанская картина. Испанская с Хавьером Бардемом в главной роли. Причем фильм был номинирован на «Оскар» вот 2022 от Испании, что уже говорит, в принципе, в его пользу. И это такая... Я картину посмотрел. В принципе, вот мне достаточно понравился этот фильм, потому что Хавьер Бардем играет, ну, такой семейный бизнес, семейное предприятие, предприятие, которое изготавливает весы. И, в принципе, у него мечта выиграть вот лучший, ну, условно говоря, капиталист, лучшая фирма года, приз. И для того, чтобы получить этот приз лучшего фирмы года, ну, вот он вышел уже в финал, и создана специальная комиссия, которая вот объезжает вот эти предприятия финалистов, чтобы вынести окончательное решение. И вот они должны приехать, ну, как будто бы с проверкой, вот посмотреть, вот как работает его бизнес. А Хавьер Бардем, говоря вот про то, что это не просто семейный бизнес, он пытается относиться и к рабочим, вот как бы по-семейному, говорит, ваши проблемы, мы мои проблемы, мы вся одна семья, мы в одной лодке. Но тут же, в принципе, начинают вот все проблемы вылезают. То есть становится понятно, что, конечно, в одной лодке, но почему-то ты живешь немножечко получше, чем мы. В семье вот как-то все неравномерно распределяется. И как раз вот перед тем, как должна прийти комиссия, тут и уволенный рабочий выходит с одиночным пикетом, начинает возмущаться, значит, ну, там портить вид, вот прямо перед предприятием стоит вот и клеймит своего бывшего босса. Появляется загадочная девушка-практикантка, которая тоже, ну, я не буду раскрывать там своя игра. Там лучший, ну, первый помощник вдруг раскис и попал в депрессию из-за измены жены. Ему приходится этому влезать, ну, как бы пытаться помочь своему. И это, ну, вот, с одной стороны, ну, я бы не позиционировал это как комедию, потому что это не совсем комедия. Там есть такие легкие, веселые, ну, не веселые, а комедийные ситуации, сатирические. Но внезапно, вот, я вдруг ощутил, что фильм приобретает какую-то неожиданную глубину, когда ты вдруг примеряешь эту картину на современное общество и понимаешь, что ведь современное государство тоже пытается сказать, что мы все одна семья, мы в одной лодке, друзья, там, но вот за этими елейными речами вылезают проблемы, что, блин, ну, вот как-то, да, мы одна семья, но почему-то вот вы живете лучше, вот, чем мы, а как бы... Вся кризис, но мы зимой будем мерзнуть больше, чем премьер-министр. Ну, условно говоря. И вот, если вдруг взглянуть вот под этим ракурсом, то эта картина начинает играть совершенно новыми красками. То есть ты вдруг понимаешь, что это сатира на современное общество и попытка разобраться, так уж ли хорошо все устроено в нашей жизни. Поэтому вот я обращаю ваше внимание на эту ленту. Режиссер Фернандо Леон де Аранья, он раньше поставил фильм «Эскобар», кстати, тоже с Хавьером Бардемом. И, в общем-то, он не только режиссер, но и автор сценария фильма. То есть это тоже говорит, вот это его авторский такой проект, где он написал сценарий и снял эту картину. Фильм разбит как бы на семь глав. И вот, в самом деле, вот это сама символичная, вот то, что они производят весы, как бы весы, фемиды, весы, которые должны взвесить вот справедливость, несправедливость. То есть, ну, весь фильм такой аллегоричный. То есть в нем есть за что зацепиться, и он далеко не проходной. Конечно, это не фильм, ну, вот, условно, пятничные развлечения. То есть если вы хотите просто весело посмеяться или там провести время с пакетом попкорна, идите на фильм с Брэдом Питтом. Если вы ищете какого-то, ну, такого более глубокого времяпровождения, фильм, который заставит задуматься, почесать в затылке, выйти из кинотеатра и поспорить, а вот ты знаешь, вот мне кажется, что вот ты знаешь. Вот это вот, наверное, тогда стоит обратить внимание на картину. Хороший босс или, ну, самый лучший босс. Вот, что я хотел сказать. Да, ну, мне кажется, отличный получился этот вариант. Те, кто понимает, что глубины от фильма с Брэдом Питтом ждать не стоит, а просто чистое развлечение, те смело могут идти и получат, наверное, то, что они ожидали, в принципе, те, кто хочет что-то более серьезного, вот, собственно говоря, на тот фильм, о котором ты сейчас сказал. А для детей, и, конечно, отдельная категория, для них премьера прошлого уикенда суперпитомцы вот все еще актуальны, тем более, что я читал, что в Америке они чуть ли не на первом месте в бокс-офисе. Да, да, да. То есть их неплохо приняли, поэтому, значит, это уже показатель того, что, наверное, фильм, ну, неплох, непроходной, и стоит обратить внимание, если с семьей, если с детьми, то смело можно отправляться. Ну, то есть, вот, получается, у нас два таких прекрасных актера, Брэд Питт и Хавьер Бардем, причем оба, ну, хороши по-своему, оба очень харизматичные, и, ну, Бардем, я считаю, один из лучших вообще европейских актеров испаноязычных, так уж точно, ну, наверное, один из номера один. И еще... Про Брэда Питта просто тут в связи с премьерой о нем несколько новостей всплывало в последнее время, что, во-первых, он проиграл такие суд своей бывшей жене Анджелине Джоли по поводу виноградников, которые они начинали, ну, вместе организовывали, купили виноградники во Франции где-то, будучи супругами, и потом, когда уже пошел развод, он, значит, продал, попытался или продал, или попытался продать третьему лицу без ее согласия, и она подала на него в суд, и в результате он этот суд таки проиграл, к сожалению. Вот. Наверное, его не очень обрадовала эта ситуация. Вот. Ну, и недавно он пожаловался, что у него некая болезнь под названием прозопогнозия. Вот. то бишь, я почитал, это значит, что человек не может запомнить лица других людей. Честно говоря, все очень удивились, когда он это сказал, потому что как можно быть актером, если ты не запоминаешь лица людей? то есть есть те, кто, и он сам отметил, что ему никто не верит, но вот есть у него такая, мол, проблема, он не запоминает людей. Многие считают, что это он так просто свое высокомерие оправдывает. Ну, другие говорят, что, возможно, действительно, он запоминает как-то по-другому людей, не по лицам конкретно, а пользуется какими-то другими способами. Но так или иначе, вот он поплакался. такие вещи, ну, не знаю, не часто люди признаются, что у них вот такие болезни, которые, в принципе, карьеру могут, ну, не то что испортить, но сделать некие, продюсеры могут сделать некие заметки на полях. Ну, ты знаешь, есть актеры, которые текст не запоминают, им это не мешает. Мерлин Монро, например, славилась тем, что она не могла запомнить буквально три слова. Возможно, Мерлин Монро не сказать, что она прямо суперактриса, но, с другой стороны, я читал, не только читал, а недавно вот смотрел сериал про то, как снимался «Крестный отец» и читал до этого, что Марлон Брандо был любителем экспромтов и часто вообще не запоминал текст и любил прямо вот что-то выдумывать на ходу, а если не выдумывал, то в результате создателям приходилось какие-то исхитряться и прямо на съемках печатный текст вешать на его, ну вот, с кем он общался в кадре, где-то, где камера не видит, человек держал бумажку с текстом, чтобы Марлон Брандо по ходу читал то, что он там мог забыть. Ну, то есть, вот тоже у него была такая какая-то муля. ну, как бы, все-таки уровень чуть-чуть разный, наверное, у Марлона Брандо. Ну, хотя Брэд Питт, наверное, тоже тот, ради кого можно еще помучиться. Ну, и еще я хочу добавить, что Кинокултс будет показывать, будет всего один сеанс, фейс-офф, картина, ну, культовая, в самом деле, это фильм Джона Ву, режиссера из Гонконга, который прославился совершенно такими кровавыми боевиками, боевиками-балетом, с огромным количеством перестрелок, трупов, кровищи. Ну, это все так сделано, ну, невероятно, красиво, эстетично. И, приехав в Голливуд, он, ну, пожалуй, одна из его таких самых ярких работ была вот как раз без лица, фейс-офф. Картина с... А что он, кстати, что он вот в последнее время, я как-то вот потерял вообще его, а что он снимает в последнее время, даже не знаю и не помню. Он в результате вернулся в Китай, ну, уже в Китай, поскольку там Гонконг присоединили к Китаю, он тогда уехал, я понимаю, что именно это было связано с опасениями, ну, за свободу творчества, потому что в Гонконге, ну, Гонконг должны были присоединить к Китаю, а поскольку у него в Голливуде все-таки не заладилась карьера, вот это была вершина, пожалуй, а потом пошли фильмы, которые меньшим успехом пользовались, и, очевидно, разочаровавшись, он вернул, получил хорошее предложение, от которого не смог отказаться в Китае, и он снял, по-моему, «Битву у Красной Скалы», был какой-то фильм очень эпический, огромный, тоже с большими массовками, в Китае он был номером один чуть ли не долгое время, и он снял еще ряд картин, сейчас я боюсь соврать какие, но вот он в последнее время, может быть, чуть-чуть изменил жанр, он стал, я понимаю, вынужден был подстроиться под новые веяния уже коммунистического Китая, и снимать, ну, идеологически правильные фильмы, не про гангстеров, а про китайскую историю, про героев, но здесь тоже можно найти лазейку, чтобы... А мы пока можем посмотреть идеологически неправильный фильм, скольки, двадцатилетней давности, наверное, даже больше, 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 я думаю, там 97-го года был фейсфор, то есть четвертьвековой, я думаю... Вот, где Николас Кейдж играет Джона Траволту, а Джон Траволта играет Николаса Кейджа. По ходу дела они меняются лицами, и потом в финале обратно возвращаются, и то есть насколько это, ну, действительно, снято было настолько, что ты как будто бы веришь, и актеры сыграли блестяще, потому что им нужно было перевоплотиться вот характера персонажей, я считаю, что это было очень здорово сделано. Ну да, сюжет, по крайней мере, затейливый, интересный, опять же, чуть-чуть нестандартный, поэтому это было интересно, это было то время, как раз, когда экспериментировали с жанром боевиков, то есть сделали его действительно не просто там перестрелкой какие-то неожиданные решения, и это вот был один из таких фильмов, который действительно что-то вносил интересное, ну и в том числе за счет постановки Джона Ву, который действительно, как ты говоришь, делал вот эти боевики, перестрелки и драки в более таком драматическом ключе, что ли, голуби у него эти фирменные обязательно, когда люди с пулеметами стреляют, разлетаются в разные стороны голуби, то есть это было, по-моему, во всех его фильмах, в том числе и в «Без лица», я помню, что во время одной из перестрелок там птицы летают, ну то есть фильм, конечно, запоминается, он помнится, я его помню до сих пор прекрасно, и думаю, тот, кто точно так же его смотрел еще в те далекие времена, может с удовольствием посмотреть на большом экране, потому что тогда это было, конечно, невозможно посмотреть его на большом экране. Ну и вот эта возможность увидеть, причем я хочу сказать, что хореография вот всех этих поединков, это действительно хореография, как в танце, там все выстраивалось до мелочей, и, пожалуй, вот поклонники Кейджа эту картину ставят вот в числе трех самых любимых, «Конейр», «The Rock» и «Фейс-Офф», вот «Скала без лица» и «Тюремный самолет», или как вот там... в то время, когда Николас Кейдж был звездой боевиков. Да, то есть это считают вот прямо вот самые лучшие, его самые яркие роли. Ну и для Травулты тоже, мне кажется, очень такая была хорошая роль, потому что ему пришлось, по-моему, большую часть экранного времени изображать из себя мерзавца и негодяя. Николас Кейджа. Да, ну, собственно говоря. Так что обратите внимание, всего один сеанс, очень тоже хорошая возможность окунуться, кому-то вспомнить молодость и детство. Да, боевое. И, кстати, вот, да, рассказали, я вспомнил просто, что на днях же случилось 75-летие Арнольда Шварценеггера. То есть звезды боевиков не могу не вспомнить, поскольку являюсь преданным фанатом этого актера. Вот, и, соответственно, конечно, он меня не услышит, но хотелось бы все-таки передать ему большой пламенный привет и долгих еще творческих, надеюсь, надеюсь, что он вернется еще на экраны, опять же. То есть говоря об актерах, которые ушли из профессии, вот Шварценеггер тоже давненько не появлялся, и я все жду, надеюсь, когда он вернется с достойной, так скажем, ролью, не с какой-то там, типа, вспомнить молодость такую, поностальгировать, а действительно хорошей ролью. Я надеюсь, что такая будет, и мы опять его увидим на большом экране. А сам он в свой день рождения опубликовал в Инстаграме пост, где поздравил с днем рождения, может быть, возможно, у них в один день свою маму, которая в этот день отмечала, я так и не понял, жива она еще или нет, но отмечала столетие. Вот, и он сказал, что многим ей обязан, ну, то есть признался, ну, как и нужно в любви, сказал, что многим обязан ей, что вот, хотя, несмотря на то, что она не поддерживала его решение стать бодибилдером, но, тем не менее, заложила в него многие вещи, благодаря которым он стал тем, кем он стал. Еще вот один такой юбилей, красивый, на этой неделе приключился. Вчера 80 лет исполнилось итальянскому актеру Джанкарло Джаннини. Это потрясающий актер, ну, вот, поколение моих родителей помнит по фильму «Невинный» Лукино Висконти, он там, ну, совершенно потрясающе сыграл, и затем, ну, наше поколение наверняка в казино «Рояль» и «Кванти Милосерди» он появлялся, он снимался в фильме «Ганнибал», правда, ну, у него такая была не самая большая, но тоже характерная роль, и этот итальянский актер, он не теряет вот какого-то шарма, такое вот, прямо, очарование тоже, невероятно сильный, харизматичный актер Жан-Карло Джанини, поздравляем его с юбилеем. Фух, ну что, ну, еще маленькая была новость о том, что собираются снимать спин-офф «Рокки», вот, целый сериал будет про Ивана Драгу. Да, я когда читал, я вспомнил твой рассказ о том, как негодовал Сталлоне, и, собственно говоря, негодование его продолжилось, то есть, он там, я читал, что разразился прямо-таки, чуть ли не нецензурной этой самой, тирадой по поводу этой новости. Ну, можно его как понять, потому что, вообще-то, Ивана Драгу, этого персонажа придумал тоже Сталлоне, то есть, он же был автором сценария всех этих фильмов «Рокки», и он придумал вот эту, значит, машину-убийцу, там, все, и получается так, что отнимают у него не только, уже отнимают этот проект, и причем совершенно даже его возмутило, что он узнал последним из новостей там в газетах о том, что собираются снимать сериал, а его даже не поставили в известность как автора этого персонажа. Тут пикантность в том, что Дольф Лунгрен, в общем-то, ну, его приятель, с которым он снимался в этом фильме «Хосподи, Экспендаблз», неудержимые, по-моему, так, хотя, ну, буквально перевод расходные материалы, но, в общем, неудержимые, и он как не хотел, я понимаю, что он очень не хочет ссориться с Дольфом Лунгреном, и он всячески подчеркивает, что к Лунгрену у него никаких претензий, он наоборот, его очень уважает как человека, как актера, но понятно, что Лунгрен все-таки согласился сниматься у этих вот продюсеров, что его несколько, ну, разозлило тоже. И разочаровало, наверное, но я читал, что он еще сказал, что пока ничего нет, ни сценария, ни это самое, поэтому пока еще говорить рано, ругаться рано, драться пока еще рано, вот, но возможно, это все так, к тому моменту, когда что-то это, ну, случится, может, этот продюсер несчастный, который вот так клеймит Сталлоне уже и помрет, но там, я так понял, что у него есть сын, наследник, поэтому несчастья Сталлоне могут продолжиться, конечно. Ну, с другой стороны, ну что, я вот читал и думал, ну, переверни уже эту страницу, тем более, что в отличие от того же Шварценеггера, который, как я говорил, уже давненько не снимался, ни в чем таком персональном, никаких таких проектов персональных, так скажем, где она, звезда одна. Сталлоне снимается, продолжает, вот сейчас идут трейлеры, активно появились его нового фильма, он называется «Самаритянин», насколько я помню, там он играет супергероя, конечно, трендовые, те самые, в тренде супергероя на пенсии, который вот однажды победил суперзлодея когда-то давно, 40-50 лет назад, и ушел на пенсию, и пропал, и все думают, что он погиб, а тут его какой-то мальчик обнаруживает и решает вывести обратно на арену, и герой Сталлоне сопротивляется, но в результате, я так понимаю, что будет вынужден вернуться во всей своей супергеройской красе. Ну, посмотрим, заценим, хорошо, что он не ушел. Да, так что я думаю, что ему уже пора бы сказать, ну, Рокки как бы отслужил мне, и я иду дальше. В конце концов, у него еще Рэмбо есть, что бы там говорить, пусть развивает эту франшизу, раз Рокки у него забрали. Ну, я понимаю, сентиментальные его какие-то чувства, наверное, потому что все-таки Рокки стоял у истоков его карьеры, как бы, и, наверное, он испытывает какие-то прямо нежные чувства, но раз такая вот ситуация, капитализм, что уж тут, мы говорили в прошлый раз, что вот, когда у него не было денег и не было возможности сниматься, этот продюсер ему эту возможность дал, и теперь, соответственно, пожинает плоды, Сталлоне это уже не очень нравится, но что поделаешь, как говорится, время ушло. У нас буквально осталось меньше 10 минут, до конца программы мне показывают, а между тем надо было закончить вот тему тех ушедших на пенсию, на покой артистов. Да, я хотел сказать просто, что мы в прошлый раз упоминали, что актеры уходят как бы из кино по разным причинам, в том числе по возрасту, вот, как тот же Шварценеггер, наверное, по каким-то сменам приоритетов, как тот же Шварценеггер, который стал, ушел в политику в свое время, когда перестал сниматься, вот, но есть еще одна категория, есть еще те, которые начинали сниматься в детстве, а потом, собственно говоря, у них что-то перегорело, это вообще отдельная тема для разговоров, потому что там масса очень драматичных историй, прям таких и интересных, и драматичных, вот, но еще есть те, кого нынче, как любят говорить сейчас, отменяют, то есть, оступившихся каким-то образом, или все думают, что они оступились, и, соответственно, их лишают ролей, и выгоняют, и больше не дают сниматься, вот, и если недавно самым известным таким вот персонажем был Джонни Депп, Ну или Кевин Спейси, наверное, первый, можно сказать, вот. Ну да, я имею в виду, что самый такой на слуху был именно Депп, потому что у него был суд, то теперь он суд все-таки выиграл, и новости продолжают поступать по этому поводу, о том, что он сейчас заработал много денег на продажу своих картин, а Эмбер Хёрд, наоборот, теряет деньги и вынуждена продавать свою недвижимость, чтобы отдать ему там 8 миллионов, кажется, она ему задолжала, а у нее денег нет. То есть я так понимаю, что теперь роли поменялись и отменяют теперь как раз Эмбер Хёрд. Я так подозреваю, что ей придется очень долго ждать, чтобы ей предложили какие-либо интересные роли, и не знаю, и не факт, что она этого дождется. То вот как раз теперь самым таким на слуху персонажем становится Кевин Спейси, у которого, конечно, обвинение чуть посерьезнее, чем у Деппа, то есть Деппа обвиняли в домашнем насилии, это, конечно, тоже серьезно, но не настолько криминально, а Кевин Спейси обвиняют в изнасилованиях и в насилии сексуального характера, то есть там, по-моему, 4 или 5 обвинений, причем обвиняют его в Великобритании. Вот. И совсем недавно он приезжал в Великобританию и, значит, опроверг все обвинения, сказал, что он невиновен, хотя, как я читал, он не обязан был прилетать в Великобританию, и, в принципе, его могли предъявить обвинение только в том случае, если он туда ступит на территорию государственного королевства. То есть он мог остаться в Америке, и ему, в принципе, ничего бы не было. Да, вот. Но он все-таки прилетел лично, персонально, по своей инициативе, сказал, что он невиновен и будет доказывать эту невиновность в суде. И суд его отпустил под залог. И слушание, я так понимаю, читал назначено через год. То есть летом 23-го года. Ну, соответственно, весь этот год будет готовиться обвинение, будет готовиться защита. Ну, в этот момент вряд ли ему что-то предложат. Ролей он лишился уже давно. И вот после того, как ему предъявили новое обвинение, он лишился роли в историческом каком-то фильме, я помню, читал, была там какая-то драма историческая, но тоже отменили приглашение его сниматься. Ну, в общем... Он же был еще руководителем театра Old Week, по-моему, в Великобритании, что, скорее всего, тоже прекратилось. Ну, вот, собственно говоря, и, собственно говоря, эти обвинения связаны с этим временем, когда он был руководителем театра. То есть актеры, мужчины, актеры этого театра и многие, ну, некоторые четыре, по-моему, выдвинули такие обвинения. Поэтому, собственно говоря, суд в Великобритании проходит, потому что преступления, предположительные преступления произошли именно на территории Великобритании. Вот. Ну, и кроме Кевина Спейси, кстати, нельзя забывать несчастного Арми Хаммера, вот, которого обвинили тоже в каких-то абсолютно безумных вещах. В прессе пишут, что чуть ли не в каннибализме, хотя на деле это просто слова, которые он там в момент каких-то интимных близостей говорил партнершам. Я тебя съем буквально. Да, да, серии вот такие, какие-то жестокости, но, в принципе, этого оказалось достаточно, чтобы его отменили по полной программе, в общем-то. Ну, конечно, он птица более низкого полета, чем тут же Кевин Спейси, поэтому его никто жалеть особо не стал. И в результате его выгнали отовсюду, откуда только можно. Вот недавно мы смотрели фильм «Смерть на Ниле», где его последняя роль. Этот фильм долго держали на полке, только потому, что он в нем снялся. То есть его должны были выпустить на экраны чуть ли не на год раньше. Но из-за вот этих всех судебных каких-то и прочих вещей держали, держали, пока уже стало неприлично держать. Вот. И теперь я читал, что Арми Хаммера видели на каких-то островах, торгующим каких-то... Ну, то есть он занимается абсолютно не киношными вещами, то есть он работает где-то в отеле, продает какие-то фьючерсы. Ну, я не помню там, что он продает, какие-то специальные туристические поездки или что-то такое. Ну, то есть карьера у человека, если не закончена, то, конечно, на очень большой паузе и будет ли что-то дальше с ней, это большой-большой, большой-большой вопрос и большой-большой секрет, так скажем. Ну, вот мы говорили про Брюса Виллиса, который уходит из кино по болезни, еще пока выходят фильмы с его участием, а ведь его бывшая супруга Дэми Мур тоже практически пропала с Арадаров, хотя я посмотрел, она продолжает как будто бы сниматься, но снимается она в основном в каких-то телевизионных проектах, это не кинофильмы, и актриса, которая была когда-то, ну, вот есть А-лист, как это называют, категория А, актеров, которые первыми получают сценарии, которые выбирают, там, вот, выберу это, нет, выберу это, все вот погубил фильм-стриптиз, который сочли... Ты знаешь, я бы не сказал, что он погубил, многие говорят, что вот погубил, там даже говорят, что была другая актриса, которая исполнила... Дубльович, в смысле? ...про стриптиз, и у нее загубила карьеру, но Дэми Мур, мне кажется, вот ты в прошлый раз упоминал Мэг Райану, который с пластиками случился перебор, и Дэми Мур, мне кажется, вот тоже чуть-чуть не хочется обвинять и говорить какие-то гадости, но она, вот если посмотреть фотографии нынешней Дэми Мур и прошлой, она выглядит чуть-чуть по-другому, скажем так. И, возможно, это сыграло свою роль, потому что она очень сильно молодится, но этот процесс, конечно, невозможно... Повернуть спять, понятно. Да, вернуть, да. И в этой погоне она потеряла, наверное, свой какой-то шарм, свою какую-то харизму, и вот тут ничего не сделаешь. Возможно, именно это играет какую-то, сыграло какую-то решающую роль в том, что ее перестали приглашать. Или, может быть, она сама поняла, что вот уже не хочет сниматься. Ну, как бы то ни было, да, давненько ее не видно, и очень жаль на самом деле. Ну, да. И есть еще, ну, то есть, может быть, ряд актеров, которые мы так вот не на слуху, но Терренс Говард, который тоже ушел, вот ему сейчас, ну, 52, не такой уж и большой возраст, после того, как его убрали из фильма «Железный человек», вот из-за непонятного там, как, то ли он запросил слишком много, то ли за продолжение его заменили просто. То есть, вот бывают какие-то такие скандалы, Джим Керри, который, ну, все чаще просто отказывается от ролей. Да, просто есть актеры, которые уходят действительно полностью, абсолютно безоговорочно, и есть, как я говорил, одной ножкой наступают, то есть, они где-то снимаются, благо сейчас есть возможность сниматься на телевидении, в сериалах, и озвучивать мультики, вот, но тех, кто полностью пропадает абсолютно с экранов, их не так много, на самом деле. Ну что же, на этом, наверное, мы и завершим сегодняшнюю программу «Синема». Олег Пеков, Владимир Веселов, спасибо большое, до встречи в следующую среду, и хороших фильмов. До свидания. Да, всем, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова